Как рассказали организаторы ток-шоу, на сегодня вопросы охраны мужского здоровья становятся все более актуальными. В частности, проблемы, возникающие в области репродуктивной функции молодых мужчин, тщательно скрываются самими представителями сильной половины человечества. В основном это происходит из-за неграмотности населения по части мужского здоровья и нежелания подростков показаться слабыми даже перед врачами. Я хочу сказать, что проблема сохранения здоровья мужчин, особенно их репродуктивного здоровья, и проблема сохранения здоровья наших мальчиков, когда они идут в армию, они должны идти в армию здоровыми и возвращаться оттуда здоровыми. Поэтому на сегодня акцентировать внимание именно на здоровье молодых людей, именно на здоровье будущих отцов, это очень важно. В ток-шоу приняли участие врачи-урологи, андрологи, дерматовенерологи, психологи и спортсмены. По регламенту мероприятия специалисты отвечали на вопросы подростков. Как отметили медики, нынешняя молодежь более открыто говорит о своем здоровье и проблемах с ним. Именно с этой открытостью подростков врачи связывают все более частые выявления проблемы патологии мужского здоровья у молодого поколения, чем у старших. Сегодня молодежь не боится рассказать о своих недугах врачам. В основном у нас контингентом этого возраста у нас являются дети с аномалиями развития, дети с поздним половым созреванием, иногда с преждевременным половым созреванием, с какими-то ретардами, задержками полового развития. Я бы не сказал, что у нас какое-то катастрофическое положение. Да, мы раньше говорили о влиянии экологии, о влиянии наших заводов и так далее. Сейчас это все несколько нивелировалось, и заводы у нас научились отходы свои хорошо утилизировать, и народ экологическую обстановку сам нормализует. Актюбинские медики ранее уже проводили ток-шоу «Поговорите с доктором по вопросам здоровья девочек». Как рассказали представители облздрава, в связи с тем, что ток-шоу стало популярным среди подростков, подобные встречи будут проводиться на регулярной основе. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт». Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».